Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, что же необходимо приобрести, когда мы решили завести щенка домой. Самым первым этапом нам нужно организовать место. Это может быть абсолютно любой лежак, матрасик, сбортик, либо даже обычный плед. Наша задача обозначить для собаки ее место. Вторым этапом нам нужно выбрать миски. Первый этап, самый лучший для щенка на первом этапе, это будет миски тип непроливайка. Они конусообразные формы, их очень тяжело перевернуть, тем самым вы обеспечите чистоту в районе обитания собаки. Также нам понадобится ошейник. Ошейник можно приобрести самый простой. Он нужен чисто для того, чтобы приучить собаку, что на шее что-то есть. Это нам очень поможет в дальнейшем, когда мы будем щенка приучать к выглу. Игрушки. На данный момент самые актуальные это из латекса, либо силикона. Они хорошо тренируют жевательные мышцы собаки. Также занимают ее надолго, потому что силикон тяжело разгрызть. Он вечно скользит из-за слюней. И собака это очень занимает. Также с помощью игрушек мы сможем выстраивать контакт со своим питомцем. Пока он еще для нас чужой, и мы для него чужие. Это нам очень поможет. И последний этап это кормление. Важно выбрать корм, либо чем мы будем кормить. Если мы решили кормить натуральным питанием, то нам нужно грамотно выстроить норму кормления, исходя из породы. Или если мы решили кормить промышленным кормом, мы консультируемся с ветврачом, заводчиком, кинологом, с любым человеком, кто может направить вас на выбор корма. На данный этап самое актуальное и простое, это все-таки промышленное кормление. Вы купили, насыпали, и, собственно, животное довольны. Но все же выбор зависит от вас. Заводите питомцев, заботьтесь о них. Потому что они нас любят, и мы их тоже. Заводите питомцев. Заводите питомцев. Продолжение следует...